Привет, чуваки и чуваки! Я не Крив, это Альпий Скайрейсинг 2007, продолжаем карьеру. И сегодня нас ожидает слалом, слалом это очень тяжело и мне эта дисциплина не очень нравится, но куда денешься, карьера есть карьера. Смазка 98, 14, отлично. Потренируемся подольше, поэтому выберу дополнительную тренировку и вот снова, где я завалился в прошлый раз, и снова выпадает вот это задание. Я, конечно же, его выбирал. Хоть я рекорд этот и побил, только тогда, когда это не было заданием на этой трассе, то есть передо мной не ставилась такая задача. Я просто сам от себя покатался. А вот теперь хочется выполнить все-таки задание. Теперь от меня требуется побить этот рекорд. Отличный шестарк. Вот бы только не вылететь никуда. Спокойно. Вроде хорошо пока все идет, но это были легкие участки. И сейчас подбираемся к самому тяжелому. Ахахахаха. А вот поехал я. Не, ну в принципе, в принципе нормально. У меня получился такой более пологий поворот. Ну, потому что обычно, если очень круто поворачиваешь, ой, так, 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 так. Обычно, если очень круто поворачиваешь, то в этот момент можно ими потерять скорость. Ой, просто ужасно мотает. Только бы не выпасть, только бы давайте не будем выпадать. Хахахаха. Отлично. Где это проклятое дерево зимой? Не, не поддается, не поддается. Ну, надо же, не поддается. Это мне трасса. Гора не может мне поддаться никак. У нас вот такая вот прямая. Хорошо. Хорошо. Будем надеяться, что это задание появится в будущем. Ну, надо же. Твою мать. Так, идем дальше. С Валом в шладминг. Ну, это обнадежно, что я здесь рекордсменом являюсь. Ну, когда же я хотя бы, хотя бы раз свой рекорд подтвердить. Собенно. Получается, что Пишется рекорд, но я и близко не был. Ну, вот опять по-дебильному этот старт. Сделанный. О, нет. Очень по-дебильному. Я хотел уже управлять, но у меня не было такой возможности на старте. И поэтому меня понесло мимо. Хоть береги, не разгоняйся. Ну, я попробую не разгоняться на старте. Это просто тренировка, она сейчас покажет. Но они очень хороши. Как я смогу вот тут пройти приблизительно на самом заезде. Не очень сложная трасса, я бы сказал. Ну, вот, очень неудобно, на старте было. Очень неудобно. Чисто смотрим, что у меня получится. Не расстраивайся ты так. Он уже призывает небеса. Что ему так не везет, да? Это потому что что-то и со мной не так. Ладно. Давайте попробуем сам заезд. Устраиваемся. The first round is running. We can have a look at the provisional ranking soon. Вот еле-еле я вписался. Еле-еле. Вдальше, в принципе, участок не очень сложный. He really doesn't give away the smallest millimetre. Есть такие попадаются сбейки, которые нужно обходить аккуратно. По-каку-то, в принципе, расположение флажков по прямой. There's someone who has trained hard. Хорошо. Вот так. There's not enough news to come, so let's keep our fingers crossed for him. Хватается за голову у нас, горнолыжник. Тем не менее, ситуацию это не улучшает. А мне так 111 секунд, что 4 секунды, разница 0. Это очень далеко до первого места. Ну вот и тебе и рекордсмен. An extraordinarily exciting first round, I think. Here's... Now there's a Russian preparing. Так, и второй у нас... Вторая попытка. Я так понимаю, дается. И, как всегда, видоизмененная немного эта трасса. Немножко в начале на старте, я так думаю, переставили флажки чуть-чуть по-другому. А в дальнейшем, вроде бы, как трасса выглядит так же. Ну, ну, давай. Внимательно. Ну, вот я уже боковым зрением вижу зеленое табло подсвечивается. Цифрное табло подсвечивается зеленым, а не красным. И это меня уже обнадеживает. Второй позиции. Ха-ха-ха! Где-то я подтормозил. World class! Incredible! We have to look at that again. Let's do it. Странно. Где я растерял скорость? Даже не могу представить. Ну, вначале я соглашусь, что участок, первая половина трассы, гораздо легче, чем вторая. Наверное, на второй я и растерял. Так, и тринадцатое место в результате. В общем, в зачете 14. Маловато будет. Что такое? То 14, теперь на 13. По крайней мере, прогрессируем вверх, а не вниз. Итак, следующий у нас заедет супергигант гарниш. Смажем лыжи. Снова 97,23%. Тренировка. Так, а теперь нам другое. Другая задача предстоит. То есть, в принципе, это та же самая, только с другим временем. Прошлый раз от нас требовалось минута 32 и 50, а теперь 33,50. Ради, исключительно ради только тренировки, чтобы научиться чисто проезжать, я выбираю еще раз, еще одну попытку. Так. Неплохо. Ну, вторая попытка. Это время я побью, если наберусь до финиша. Так называемого. Так. Как же кидает. Ух ты. Вот это миллиметраж. Это ужас. У меня чуть сердце не остановилось. Так, так, так. Только не тупить. Не тупить. Не тормозите и не тупить. Хорошо. То есть будет так. Главное, я не врезался. А вообще, конечно, я сильно, сильно повернул, сделал дубу, накинул такой. Я уже видел, понял ее. Я уже засмеялся раньше, потому что я видел, что я уже лечу на дерево. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, не-не. Я думаю, что за всю карьеру у меня не получится пройти ее. Не-не, я-не. Я проходил уже на эту карьеру, но вот повторить свой рекорд на ряду. Ну что ж, извини меня, горнолыжник. Ха-ха-ха. Опять в расстройстве. Думаю, да что такое, что за тренер? Что за тренер такой достался мне? Который не может меня никак научить проходить этот раз. А ложную траекторию просто-таки прокладывает. Вот прокляния. Ну что ты будешь делать? Ну давайте отправимся к супергиганту в гармешу. И я снова рекордсмен показывает нам. Good to have you with us again, ladies and gentlemen, for the next round of Super G. Создается впечатление, что я, и, наверное, у вас тоже, что я какой-то фиктивный рекордсмен. The Super G is technically the most challenging of the two high-speed distances. 99? Ну это только тренировка, так что... Неважно, какое здесь будет... Какой старт. Так, видимость приличная, хорошая. Ох и несё. Здесь крутой спуск, хочу сказать. Просто-таки очень часто лыжи отрываются от поверхности траты. Используйте. Да, просто доходит до сны, что ли? Так, пока всё идёт как надо. Нет, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е, Как говорят, комментаторы. Да. Я хочу объяснить это к вам, ladies and gentlemen. Волф told Kale's out of school yesterday, at dinner. Может быть, мы будем делать время during the competition, чтобы он может рассказать вам об этом, тоже. Рыжок! Понятно, прыгать нужно с уклоном вправо. Слабенько, слабенько. Ну, какие-то доли и секунды не расстраивают нашего горнолыжника. Третье место. Да, какие-то доли и секунды всего отделяют нас от первого места. Так, на самом заезде нужно постараться. О, здорово! Вот это старт! Да, не так плохо. Так! Еще немного лога! Как? Что было за то, что за театра, Лук? Ух ты! Чуть не полетел этот пашок, а? Ну еще немножко, еще немножко темп держать, и будет все в порядке. Ой, неприятные такие ворота здесь, кошмар. Так и хочет выскользнуть в сторону, так? Отлично! Ну вот, здорово! Отлично! Я согласен! Не очень красиво, конечно, вылетал я с трассы за синюю полосу, но тем не менее, все-таки неплохо прошел достойно. Они, вот я на первом месте. Ура! Так, в общем зачете скатился на второе место, нехорошо. Первое место, 15 тысяч евро. Так, и скоростной спуск в гармише в том же нас ожидает. Ну, это уже гораздо легче. Смазка просто прекраснейшая! Качество смазки выше нас получилось. И дополнительная тренировка. Угу. Погоня за скоростью в суперскоростном спуске. Не вылетит с трассы и разогнаться быстрее 230 км в час. Ну, это мы запросто. Давайте, еще бы не участвовали в этом дополнительной тренировке. Посмотрите, какой крутой спуск. Слушай! Особая такая экипировка у горнолыжника. Да, здесь просто такие... Я не знаю, как можно на скорости 230 км в час стоять на ногах. Извините меня, но это у меня никак не укладывается в голове. Как можно устоять? Давайте посмотрим, как это делается. Слабенько. Я не понял, чем управлять можно. Странно, почему-то управление завязано на стрелке, а не на клавише, которое меня обычно управляю вернолыжником. Что у нас там? Побили рекорд 238, а нужно было 230. Ну, это просто я с управлением вначале не разобрался, и, возможно, было бы... Итоговая скорость была бы гораздо больше, но, тем не менее, мне хватило времени выполнить нашу задачу. Вы успешно завершили дополнительные тренировки и получаете 10 очков дополнительных. Это здорово! Смотрите и учите. Эти дополнительные очки помогут вам быстрее прокачать своего горнолыжника. Приступаем к состязанию. Рекордсмен Некрит Пауэр! Просто невероятно! Да, да. Вы не сможете regretать его. Я получу поддержку сегодня от Wolf-Jackson, который знает, что он говорит о том, что он говорит о том, или что я надеюсь. Это все, что я надеюсь. Привет, Jeff. Да! Поехали! Поехали! В несколько секунд, мы начнем с Донхилл Куп. Ох! Не вижу ничего! Вот они, вот они! Потерялся я с этими воротами. Ох! Тут тоже, но... Вроде все нормально, но... Ну надо же! На первом чекпоте больше секунды отыграл. Надо же! Даже не верится! Ну вот смотрите, какая разница в прохождении скоростного спуска и всех остальных дисциплин. Как-то не очень сбалансировано, согласитесь. Здесь это именно выигрыш, серьезный такой выигрыш, с большим таким преимуществом. А в остальных дисциплинах почему-то просто катастрофическое отставание во время. Ну... неприличное, я бы даже сказал. Ну... Отлично! Здорово! Ну вот смотрите сами. Хотя ехал я ничуть не лучше, не хуже, чем... Катаюсь тот же самый супергигант, скажем. Ну почему-то там... У меня плохое время всегда. А здесь стабила хорошая. Идем дальше. Первое место. Это была тренировка. Сейчас сам заезд. Отлично! Сто процентов! Поймал! Идем дальше. Поймал я! Крайне редко получается такое. Интересно сейчас какое время будет. Так... Я еще кнопку не отпускал ни разу. Та, которая как бы якобы газом называется. И здесь время от времени ее все-таки надо отпускать. Но вот пока я еще держу с самого старта. И я вижу, что преимущество у меня есть. Даже позже. Вот теперь только начал отпускать. Да. Закрой рот! Закрой рот! Закрой рот! Опять хип-хоп читает. Комментаторы. А, здесь в тени такие синие плашки. На голубом снегу и так вот немножко сливалось все. Экселент! И прыжок был такой... Сумасшедший 71 метр. Почти как у лыжников. Которые прыгают с троплина. Так, отличный результат несмотря на то, что идет дождь. Почти как у лыжников. И так вот... Утоп! И в этот раз все хорошо прошло! И так вот, что идет дождь. Почти как у лыжников. Сумасшедший смеет! Почти как у лыжников. Которые прыгают с троплинат. В то время, когда по лыжников, Здорово, да? На такие заезды приятно посмотреть. Ну, здесь я, конечно, видите, насколько опережаю по скоростным спускам. У меня все прекрасно. Золотая медаль мне здесь уже обеспечена в этой дисциплине. Итак, очередные 15 тысяч евро за первое место получаем. Ну что ж, на сегодня все. Устал я сегодня кататься. В следующий раз будем кататься завтра. Заходите на канал, следите за выходом новых видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. Услышимся. Субтитры подогнал «Симон»!